Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины. У нас конец марта месяца, жара не спадает 30 градусов. Очень высокая влажность, прям воздух такой, как кисель. Поэтому сегодня у меня для вас небольшая прогулка по монументальному Буэнос-Айресу, по его центральной части. Давайте просто прогуляемся и посмотрим на красоты этого города, как снизу, так и сверху, одной из некогда самой высокой башни на территории этого прекрасного солнечного южного города. Сначала мы с вами взберемся на смотровую площадку, с которой открываются потрясающие панорамные виды на микроцентр города Буэнос-Айрес, которые изобилуют монументальными строениями, особенно по северной диагонали и по Майскому проспекту. А затем спустимся на землю и посмотрим на все это великолепие периода Бель Эпока снизу. Улица Флорида – самая важная торговая улица Аргентины. Ее развитие, как главной торговой оси Буэнос-Айреса, начинается еще в 1870-х годах и продолжается в течение всего периода Бель Эпоки – золотого века Аргентины и расцвета ее экономики. Того самого периода, когда даже в Европе про богатого человека говорили – он такой богатый, как аргентинец. А в 1913 году эта улица и вовсе становится пешеходной, чтобы транспорт не мешал вести бизнес. Галерея Гуэмэс – настоящее сокровище периода Бель Эпоки в Буэнос-Айресе. Это пешеходная галерея длиной 100 метров, соединяющая улицы Флорида и Сан-Мартин, несравненной культурной и исторической ценности – отпечаток европейской архитектуры конца XIX века с ярко выраженным стилем модерн. Это работа итальянского архитектора Франческо Джанотти, чьи великолепные произведения мы еще увидим в конце этого видео, так что смотрите до конца. Современный Буэнос-Айрес обладает подобными регликвиями на каждом шагу, и этот контраст является одной из самых привлекательных черт этого города. Галерея ГУМС, открытая в 1915 году, всегда была и остается торговым центром и местом проведения общественных мероприятий. Здесь располагались зал для этих мероприятий, ресторан, театр, различные магазины, несколько роскошных офисов и квартир, сдаваемых в аренду. Кстати, согласно городским легендам, в одной из квартир в этом доме жил Антуан де Сен-Экзапюри, автор «Маленького принца», одной из самых читаемых книг в Буэнос-Айресе. Первый небоскреб Буэнос-Айреса – это очень элегантное здание, благодаря своим бронзовым деталям, передовым лифтам для своего времени, внушительным стеклянным и железным куполам. По этому пассажу прохаживались такие важные исторические персоны Буэнос-Айреса, как Карлос Гардель и Хулио Картасар. А мы с вами идем дальше гулять по микроцентру Буэнос-Айреса и любоваться его восхитительной монументальной архитектурой. Тут самое главное – держите шею. Забегая наперед, скажу, что к концу съемок этого видео шея у меня болела, потому что постоянно нужно было поднимать голову вверх и снимать вершины всех этих великолепных зданий. К северу от Майской площади – здание в неутомимом соревновании между собой по своим масштабам и архитектурному великолепию, ибо все они принадлежат различным банкам. Это центр вечного соревнования экономической, политической и религиозной власти страны. Кто больше, кто выше, кто значимее, у кого дороже здания, у кого больше власти – эта бесконечная гонка доказать свою успешность и свою власть вылилась в то архитектурное великолепие, которое сегодня мы с вами можем наблюдать, и то, чем гордится город Буэнос-Айрес. Это то, ради чего обязательно хотя бы раз в жизни нужно посетить этот южноамериканский город на другом конце света. Такого архитектурного великолепия, такой концентрации не найти ни в одном европейском городе, ибо Буэнос-Айрес впитал в себя их всех сразу и вместе. Гуляя по его улицам, вы все время оказываетесь то в Париже, потом сворачиваете на улицы Мадрида, затем оказываетесь в Лондоне или в Риме, и даже в Древнем Риме, ибо здесь можно встретить оригинальные древнеримские колонны, которым две тысячи лет, которые кто-то привез с собой на память с Родины и украсил им одно из общественных мест. Хотите их увидеть? Приглашаю вас на мои авторские экскурсии по городу Буэнос-Айрес с Еленой Вивас. Мы еще не то увидим с вами. В 1880-х годах Аргентина достигает своего апогея в самоосознании единой нации во главе с элитой и беспрецедентным экономическим ростом и политическим контролем. Промышленность расширялась, экспорт вырос и обострились различия между экономическим застоем во внутренних районах страны и ростом портового Буэнос-Айреса. В эти же годы Конгресс одобряет закон, согласно которому Буэнос-Айрес становится федеральной столицей Аргентины. К этому моменту центр Буэнос-Айреса был плотно заселен, ибо в период 1870-80-х годов город поглотил огромное количество эмигрантов и среднее количество человек, проживающих в одном доме, выросло с 8 до 13. Узкие улочки, большая скопленность людей, проблемы с водоснабжением порождали эпидемии, которые лихорадили этот город всю вторую половину XIX века. Поэтому правительство столицы Аргентины решает покончить с наследием колониального прошлого в архитектуре, с его узкими улочками и отстроить новый город по подобию Парижа с широкими красивыми проспектами. А разбогатевшая к тому периоду аристократия, которая очень много путешествовала по Европе, возвращалась с идеями, отстроя здесь каждый из них свой маленький Париж. Каждые два часа в самом центре города, на Майской площади, можно стать свидетелем протокольного мероприятия смены караула возле мавзолея главному освободителю Аргентины Хосе Сан-Мартину. Давайте же и мы с вами понаблюдаем за этим интересным действом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После каждой смены караула сопровождающих военный обязательно посмотрит, кто и как из них встал на карауле, удобно ли ему стоять, правильно ли направлен вентилятор и только после этого отправляется в свой штаб. А туристы могут зайти и полюбоваться всем великолепием мавзолея великого освободителя Аргентины, который находится на территории Кафедрального собора города Буэнос-Айреса, того самого Кафедрального собора, в котором с 2000 по 2013 год епископом был нынешний Папа Римский Франциско. Именно здесь он получил известие о своем избрании в Ватикане. Нынешнее здание Кафедрального собора города Буэнос-Айреса было построено на протяжении 18 и 19 веков. И это еще одно великолепнейшее архитектурное сооружение, которое больше напоминает театр, чем религиозное сооружение. Но о нем я как-нибудь обязательно вам сниму отдельное видео. А мы идемте и продолжим нашу прогулку по улицам города Буэнос-Айрес. Здесь же в центре на Майской площади расположен дом правительства Аргентины или розовый дом. Здание бывшей мэрии Буэнос-Айреса – редкое наследие колониальной архитектуры на территории Буэнос-Айреса, которое контрастирует рядом с фасадом, этим великолепным фасадом Кафедрального собора, который, как уже говорила, больше похож на театр, чем на религиозное сооружение. И от Майской площади начинается северная диагональ со всем ее архитектурным великолепием. Двумя главными фигурами, способствовавшими преобразованию Буэнос-Айреса, были мэр Торкуата де Альвеар и его сотрудник, архитектор Хуан Антонио Бускьяццо, которые и начали сносить колониальные строения и возводить новый город, используя модели градостроения, копируемые в Европе. Из-за чего Буэнос-Айрес называют фальшивым городом, то есть городом без собственного архитектурного стиля, потому что, когда мы смотрим на каждое из этих строений, мы видим тот или иной европейский город. КОНЕЦ КОНЕЦ Реконструкция города начинается с Майской площади и открытия Майского проспекта, который соединяет здание правительства с Конгрессом, и далее наша прогулка пройдет именно по этой улице. Здание Ла Пренса – это одна из главных архитектурных жемчужин города Буэнос-Айреса. Это место принадлежало Хосе Пасу, его основателю. Дом был построен в 1898 году и вдохновлен школой изящных искусств Париже. В 1985 году он был объявлен национальным историческим памятником, и сегодня в нем располагается Министерство культуры Буэнос-Айреса, поэтому заглянуть сюда можно только одним глазком. Дальше не пускают. Кстати, в одном из моих предыдущих видео, где мы с вами гуляли по Ретиро, мы уже заглядывали в дом Хосе Паса, но в его жилой дом, поэтому заходите в мои плейлисты. Кто еще не видел этого видео, рекомендую посмотреть его. Майский проспект Майский проспект – это эмблема Буэнос-Айреса, разработанная Таркуата де Альвеаром, первым мэром, который так и не увидел его открытия, так как умер за 4 года до инаугурации 9 июля 1894 года. В Буэнос-Айресе появился первый проспект всего через 78 лет после провозглашения независимости страны в Конгрессе Тукумана, и можно сказать, что эта главная артерия стала связующим звеном между городом, которым он был до, и городом, которым он начал становиться. Его строительство было вдохновлено бульварами Парижа. Тут, кстати, даже видите, главным растением является платан, одним из основных деревьев Парижа. Но здесь мы также видим огромную печать и испанской эмиграции, бары, рестораны, отели, театры. По этой причине эту улицу сравнивают с Гран-Вея в Мадриде. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok его поклонников. А это еще один перекресток, который полностью связан с историей Испании. Вот так и называют Испанский перекресток. Все, что в течение XX века происходило на территории Испанского королевства, отзеркаливалось здесь. Здесь городские легенды гласят, что перепалки между республиканцами и мятежниками во времена гражданской войны в Испании заканчивались на этом перекрестке не только словесными баталиями, но и здесь начинало летать все, что летает. Сначала это были ножи, вилки, ложки, а заканчивалось все полетами столов и стульев. Ходить в те времена по этому перекрестку было опасно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Одним из архитектурных символов города Буэнос-Айреса является Дворец Палассио Бароло. Построен итальянским архитектором Марио Паланти для бизнесмена Луиджи Бароло. Открытый в 1923 году он был самым высоким зданием в Южной Америке, пока в 1935 году не был построен небоскреб Кавана, о котором я вам рассказывала в одном из предыдущих моих видео о районе Ретиро. Палассио Бароло был первым железобетонным зданием высотой почти 100 метров и увенчан вращающимся маяком мощностью 300 тысяч свечей на 22 этаже. И Палантини и Бароло были поклонниками Данте. И в здании есть отсылки к божественной комедии, например, общее разделение проекта на три части, которые соответствуют Аду, Чустилищу и Раю. Кроме того, здание напоминает индийскую архитектуру, поскольку Паланти взял за основу дворец ветров Джайпури и храм Раджарани Бхобадашваре. А вот когда рассматриваешь здание Лаймобилярия, то сразу оказываешься на улочках Мадрида или Бильбао. Это здание было построено в 1910 году для одноименной страховой компании. И на этом Майский проспект заканчивается, который привел нас на площадь Национального конгресса. Немножко каталанской архитектуры. Правда, ведь сразу вспоминаются работы легендарного Антонио Гауди, когда рассматриваешь это здание. Купола, 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 повсюду купола. На территории города Буэнос-Айреса более 300 зданий украшены куполами, которые являются символом власти религиозной, политической или экономической. А самый большой медный купол города Буэнос-Айреса и не только Буэнос-Айреса всей Южной Америки возвышается именно над зданием Национального конгресса. Дворец Национального конгресса Аргентины с первых дней и по сегодняшний день свидетель многих историй, в том числе о призраках, голосах и шепотах. В его стенах были прожиты великие исторические моменты на пленарных заседаниях, всегда противоречивых и горячих. Конгресс Аргентины и его пристройки стали свидетелями национальных событий, резко изменивших ход истории. Заявления о приостановке платежей, нападения толпы, скандальные заседания, пандемия, поминки, призрачные легенды и даже убийства. Все это часть прошлого этого огромного законодательного дворца высотой 80 метров с пятью этажами и площадью порядка 40 тысяч квадратных метров. Происхождение здания, в том числе и сената, столь же любопытно, как и события, происходившие на протяжении многих лет в его толстых стенах. Первый камень был заложен в середине августа 1897 года, а последняя деталь доделана в 1946 году. Итальянскому архитектору Витория Миана удалось получить проект с первоначальным бюджетом в 6 миллионов песо того времени, но окончательная стоимость, согласно записям, превысила уже 30 миллионов, то есть возросла в 5 раз. В условиях неугасающей полемики и замедлительности работ Золотого дворца, как называли здания в прессе, Миана был убит в своем доме 1 июля 1904 года. За завершение проекта взялся бельгийский архитектор Хулио Дорман. Какие еще истории хранят стены этого величественного здания, вы узнаете на моих экскурсиях по городу Буэнос-Айрес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дворец правосудия или здание трибунала находится на площади Лавалье на месте бывшего порохового склада. Он строился всю первую половину 20 века и сейчас является одной из главных архитектурных жемчужин города Буэнос-Айрес. Если вам понравилось это видео, не забывайте вон там, вот внизу поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. И всем пока-пока и до новых встреч на моем канале. С вами была ваша Елена Вивас.